Добрый день, здравствуйте. Кто вы такой? Владимир из города Тобольска. Из Тобольска? Да, 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 город Тобольс, Семеновская область. Я вам сейчас вконтакте писал, вы видели стихи мои, да? Я, может быть, и видел, подождите, я там не знаю. Я вам там отвечал, потому что я-то вконтакт не захожу, я через кого-то захожу. А, понятно. Через администрацию, у меня связи нету, я работаю только в Mail.ru и на форуме на своем. А как вы взяли, у вас что-то там было, ключ-то как вы сюда нашли? Ну, нашел, нашел. Я насчет, отец Игнатий, я хотел спросить насчет паспортов современных российских, как ими пользоваться вообще, для чего они нужны, они нет. Допустим, если где-то вообще не жить, или еще где-то, в принципе, нужны же будут. Вы сами до этого вопроса дошли, или вам кто-то подсказал? Нет, нет, это мой личный вопрос. Ну и какие именно паспорта вас тревожат? Вот именно российские современные, вот эти, нового образца. Какая разница, вчерашняя или сегодняшняя? Ну, допустим, многие до сих пор держат паспорта старые, советского образца, но как они еще действуют по бумагам? Вам ли об этом говорить, молодому человеку? Об этом уже в священном начале православной церкви говорила, и анкрестьянки. На нашем форуме это подробно высказано. Говорит Дмитрий Смирнов, ну, все самые известные проповедники высказались. Не может быть печать Антихриста раньше его прихода. Это все от того, что люди ничем не заняты, не занимаются благовестием, поэтому сатана их сбил на другую область. И они там теперь то паспорта, то ННН, чипизация, ничего этого нету. В паспортах нету ничего этого? В паспортах нету то, о чем они говорят. Те, которые вот там Авель, другие об этом говорят, Карелина разная. А, то бишь, они безопасны абсолютно, да, и для пользования? Абсолютно. Никакой... А мы патриарх... Усопший патриарх Алексея такого же мнения, в принципе. Ему был задан вопрос насчет паспортов этих. Он отвечал, а стол лучше, допустим, советский паспорт с гербом и молотом или же российский нового образца с Георгием Победоносцем. Соответственно, пришли выводы, что он безопасен. Так. Ну, то бишь, это его благословение принимать. Мне этот вопрос задавал один. Я говорю, а ты знаешь, последствия того, кто примет печать Антихриста? Он стал говорить, что... А вот, а в том-то и дело, а если печать Антихриста, допустим, сейчас новые паспорта, новые эти паспорта пойдут, электронные карточки вот такие. Я не закончил предложение, вы меня перебили. А, ну, да, хорошо, давайте. Вы слушайте. Я говорю, вы знаете, последствия того, что человек принимает начертание зверя, Ефрем Сирин говорит, этот человек не сможет совершить крестное знамение. Я ему говорю, ну, давай, смотри, я вам покажу сейчас вот. Вам видно? Да, да, видно, хорошо. Посмотрите, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я совершаю крестное знамение. Мы вот ездим на Благовестие очень далеко. Вот нынче мы обошли 15 государств. В этом году, в 14-м, готовимся пройти до Португалии, Скандиналии и Прибалтику. Вот. И у нас заграничные паспорта, биометрические данные, никакой роли не играют. У нас защипированный чип, самый настоящий, и только у одного. Это с нами едет собака Ураган. Она чемпион России. Она защипирована, такой закон она еще не пропустит. Но она и так клапой крестить не умеет, и без чипа. Ну, это, в принципе, вот на животных, на собаках, вот, да, используют чипы для того, чтобы в случае потери их можно было бы легко найти. Вот. Такая же проблема будет потом со временем и с людьми, начиная с младенцев, которые рождаются в детдомах, допустим, с интерната, от бездомных и так далее, чтобы, соответственно, обследовать их путь нахождения, где они находятся, в том числе, якобы, для безопасности. Ну, а после этого пойдет уже на мирских граждан, уже, допустим, на обычных рядовых. Но дело в том, что наша вот, вот эта вездесущая власть, так называется, да, мирская церковная, в принципе, она в любом случае первой примет эти же печати антитреста, потому что они, в принципе, без этих печати не смогут ни купить, ни продать, ни съездить, ни вообще абсолютно ничего. Как вы на это думаете? Если они будут открыто благословлять, то я буду... Все, что вы сказали, это так и есть. Вы ответили правильно. У вас хорошее знание. Но опережать события толкованием нельзя. Сначала должно быть то событие, а потом его последствия. Не может быть толкования выше сущего. Но толкование самое, допустим, вот, сам апостол, вот эта, вода пишет апокартиз, который, я вам богослов, он, в принципе, дословно переводит, что вот это, начертание числа двери, в принципе, совпадает с нашим временем. Время, вот это микроэлектрон, микроэлектронизация, вот это, начиная с Японии, допустим, и до нашего времени, в принципе, они уже до этого дошли. До того, что уже роботы заменяют людей. А как вы узнали, что именно об этом он говорит времени? По каким данным? А ну, как по каким данным? В принципе, эти данные совпадают с нашим временем. Ну, именно где, они совпадают. Теперь покажите, по каким данным, конкретно назовите, какие события, что именно о нашем времени говорил Иоанн Богослов. А потом я вам покажу, что не совпадает ни одного качества. И поэтому, сейчас начальник, сегодняшний, абсолютно правильно отвечает на данный момент. Ну, ну, вот это же типизация животных, допустим, идет, да? В принципе, один шаг остался до типизации людей. В принципе, это же факт, подтверждающий того, что Иоанн Богослов говорит об этом. Даже если будет типизация сегодня, без антихриста, она не играет никакую роль. Сейчас ставят в Америке, в других странах, где платят за это? Платят деньги, чтобы дети были защипированы, чтобы не терялись. Они теряются. Это совершенно не имеет никакого отношения к тому, что написано. Там написано определенная щетка. Во-первых, должно вписаться его имя, число зверя. И, кроме того, кто не имеет, нельзя ни продать, ни купить. А вы сегодня покупали и продавали. Так что... Ну да. А вот эти штрих-коды на продуктах, которые, допустим, или на других вещах, это же есть типизация, в принципе? Штрих-код вот этот, антихриста, который мы уже пользуемся много лет. А раньше же этого не было. Это к антихриста не относится и это щепизация предметов, чтобы меньше было воровства. Вам сколько лет? 32. 32 года, и вы в такое вошли. Зачем вам это нужно? Да ты, который ничего совсем не знает, Евангелие не считает. Это можно еще, это помрачение ума иметь. Это понятно. Но дело в том, что вот в священном начале, допустим, если будет благословлять, вот придет антихриста, будет щепизаться, допустим, она открыто скажет, в этом ничего греховного нет, так же, как вы сейчас говорите. Так что я благословляю. А когда придет время, допустим, сюда, кто потом будет из нас прав, если мы будем по левую сторону? По порядку, давайте. Вот как они скажут, мы не знаем. И заранее всех под топор пускать в нашу церковную верхушку, но никак нельзя. В первую очередь, это будет один правитель над всем миром. Один. Один, да, антихриста. Дальше, по порядку. Ему покорятся все народы, племена, языки написаны. Дальше. Он сядет в храме, который еще не отстроен, и будет выдавать себя за Бога, и будет огонь изводить. Да еще сойдут два пророка, Иноха Илья. Ничего этого нет. Это не сегодня и не завтра случится. Еще нету покорности зверю. Еще нету Третьей мировой войны. Зачем вам об этом рассуждать? Это трата времени и уловка сатаны. Увлечь в другую сторону. Хорошо. А насчет царя хочу спросить. Верующие православные ждут царя. Это не того царя, который будет под именем антихриста. А вы сядьте прямо, чтобы видно было. Да, да, пожалуйста. Вот мы и говорим о царе, который, назовем его так, ну он владыка над всем миром, еврей из колена данного, а который в России он будет, и будет ли, мы этого не знаем, утверждать ничего не можем. Будет хороший, дай Бог, но как ему руководить? Даже сегодня воцарили бы, допустим, точно, уже генетически проверенные из династии Романова, что бы он делал с этим народом? Его через неделю убьют опять, и все. Без царя в голове мы ничего не сделаем. В принципе, никакая наша масонская власть, в принципе, вот эта диктаторская фашизма, в принципе, никакой власти она никогда не отдаст никакому царю. Какой бы он ни был, православный, неправославный, иудей, иудеи, в принципе. Они для чего совершали революцию, чтобы обратно царю ее отдать? Они ее не отдадут. Этого не будут тогда в жизни. Да они пешки в этой революции-то были-то. Нет, я не буду сейчас православного царя, они не отдадут ему. На второй же день, примут смертную казнь, и его же казнят потом, и все, найдутся. В праве обсуждения. А советская власть, фашистская власть, это все производно от масонских протоколов всеонских мудрецов. Ну, это было запланировано, да. Но колено левее нас знают. А из колена только три человека знают всю тайну. А мы знаем ее из откровения. Да, да, да. До слова. Наша задача быть верным Иисусу, трудиться и благовествовать. Последние слова Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Хорошо. А вот иеговисты тоже самое делают. Это к ним относится, нет? Благовествование было такого. У них нет истинного благовестия, потому что они не признают Христа за Бога. Они даже не великики православные. Они перевели там новый всемирный перевод Библии, никакого отношения к Библии не имеют. Это просто написанная сумасбродами книжка. Я их очень хорошо знаю. Когда я отбывал в лагере, за слово Божие, я с ними там сидел. Это прекрасные люди, хорошие. Это пацифисты настоящие. Но они не признают Христа за Бога. И поэтому для нас они чуждые. Мало того, они не признают Христа за Бога, так они еще не признают Святую Троицю в этот раз. Ад не признают, рай не признают. Пришествует Христа, второго не признают. Ну, короче, у них под носа блуждение там. О них много и говорить не надо. Мы знаем, что это люди не православные, у них нет священства, нет таинства, и они попадают в число Дафана, Аверона и Кореи. Все, вопрос закрыт. Нам нужно сегодня подумать, как возродить, чтобы настоящий талант, данный от Бога, в православной церкви поднялся на высоту. Вот много сегодня патриарх Кирилл говорит о создании общим, о том, что священники вышли на перепутье, проповедовали. Проехав до Запада, он называет состояние церкви православной, духовной развалины. Я подтверждаю это. Мы доехали до Владивостока, проехали границу Германии, везде. Мы едем с благовестием. У меня 38 книг моих вышло из печати. Я в каждой библиотеке везде дарю. С этой миссией едем. Выступаем перед людьми. Поэтому доброе начинание патриарха Кирилла нужно всячески поддерживать. А не то, что за какие-то часы привязались там племянницу еще. Ну да. Это глупость. Очень много негативной информации сейчас идет насчет патриарха. Очень много прям грязи. Мы даже за него молимся. Я спрашиваю, ты молишься за всех, которые сегодня поносят люди? Ты за Горбачева молишься? Нет. А мы молимся, чтобы он обратился к Богу. Это знаковая фигура. Горбачев. Горбачев. Вы знаете Стерлигова, Стерлигова, Германа знаете? А, ну, в принципе, ВКонтакте он есть, но они с ним еще не связываются. Ну, да, зачем связываются? Вот это Антео Дмитрий там в Москве наступает. Ну, как вы Смирнов? Смирнов? Сирионов. Сирионов. Юноша молодой. А, нет. Нет, такого не знаю. Смирнов. Вот на днях он с депутатами там встречался. Ну, молодой совсем. Ты про него узнал. Я говорю, ну и дальше-то что? А дальше молись за него, чтобы Господь сохранил его на опасном участке. И вот какие-то рассуждения нам дано право молиться за царей, за начальствующих. И наша задача в этом и состоит. Давид говорит 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот и становись семь раз на молитву. У них намаз они совершают мусульмане пять раз. Пять раз. Но мы даже семь раз. Потому что у нас святые книги, которые побуждают к этому. Об этом говорит святая Псалтырь Давида. Я вам называю, где это написано. И разговоры пустые отойдут. Это все от пустоты в душе. Мне ни разу этот вопрос даже никогда не возникал. Почему? Писание говорит четко и ясно. Перед ним должен прийти притеща. Как они будут вести, какая мировая обстановка будет. Ничего этого нет. И вот искусственно эту муссируют тему. Я знаю, кто это делает. Это вот а, вельмонах ездит, мутит. Люди бросили паспорта, мучаются сейчас. Я встречал которые работали в шахтах, бросили, сожгли и теперь пропитания буквально нет. Это люди, которые не знают Писания и мучают других. А как вы думаете, вот эта печать интегрис, она будет явная или в принципе она под предлогом будет типа якобы привитки там или еще что-то? Дальше не говорите я вопрос уже уловил время, чтобы не потерять. Никто не знает. Андрей Кесарик Ападохис архиепископ главный толкователь откровения так и говорит. Ефрем Сирин считает что печать будет видимая видимая, как тавро прожженное. Другие считают что невидимая. Теперь вопрос что ты думаешь? Не знаем. Иные святые отцы как и полит римские отвечают когда придет тогда узнаем. Не надо нам гадать. Внутри себя я имею. Внутри себя но лично вы как думаете? Я думаю она будет невидимая. Невидимая. На костной ткани где-то зашел на нас считала что у тебя на счету можно взять нет состоишь ли ты на учете или закрыть перед тобой дверь тебя чтобы арестовали. Я думаю для себя только я не проповедую это. Почему? Святые отцы запретили. Все. Если я православный я должен принять все как толкует моя церковь. Имея ввиду святых отцов. Каноны. Ну да. Нам нельзя свою мудрость как сектанты протестанты. А если печать будет невидимая значит у нас выбора не будет принять ее или не принять. В принципе какой смысл тогда отрекаться или не отрекаться от Христа? Вот в этом весь смысл. Особенно хорошо об этом вот у меня на форуме я поставил Осипов Алексей Ильич говорит это и святые отцы все подтверждают папе епископе иерапольске все подтверждают что это добровольное отречение от Бога и смысл печати на лоб в сознании четко и ясно я принимаю его как Бога который сидит в Соломоновом третьем храме и на руку чтобы отсечь право руки чтобы не мог совершить крестное знамение и отсечь от правых дел вот смысл духовный какой и нам не надо протолковать у нас все истолковано у нас может быть только с вами полное единство вы православный я православный а насчет Путина что скажете? это я скажу о Путине я вам скажу то что мы за него молимся каждый день а дальше меня это не касается я ему послал книги трехтомник нового за это с толкованием моим голосом насчитанная Библия Архипелаг ГУЛАГ я его все выслал и Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Патриарху Кириллу и показывали как-то его библиотеку показали там мои книги стоят будет он считать не будет от меня не зависит но я от него не закрытый я ежедневно молюсь днем и ночью о нем это наш правитель куда выезжать на границу я молюсь чтобы не было покушения на него остальное я буду сейчас говорить да он старается сейчас всячески вот в этом году 13 миллионов а 14-18 миллионов чтобы было здесь иммигрантов русский человек исчезает он же заселяет землю другими а скажи что должен был он делать когда собираются они где-то там Ангела, Меркель и другие говорят скажите эти просторы земли почему у вас пустуют это что навсегда вам дали на одной напротив нашей дивизии 100 китайских развернутых самых современных даже полтора часа воевать не будут вы хотите мирно отдать их или нет что он Путин безголовый что ли он прекрасно понимает мы видели эти прекрасные дороги сколько там китайцев сколько мусульман мирным путем заселяют землю земля Богу принадлежит а не нам Хабаров Ермах прошли с насилием и теперь наша земля она Божья земля и что наполняет ее и соответственно это принадлежать должна всем да в данном случае Путин поступает абсолютно правильно Владимир Владимирович когда у нас через 10-5 лет будут церкви мечети намного гораздо больше чем православный церквей и не паше что будет гонение на церковь ввиду того что не хватает места для мусульман отвечаю Дмитрий Смирнов священник правая рука патриарха Кирилла по силовым структурам он говорит и дальше показывает вот подходит к нему бабушка и говорит я стою на остановке поднимаю руку останавливается мусульманин в Москве он меня везет я даю деньги он не берет говорит вы же едете в молиться в церковь и вы мне мать как я возьму но если это шофер русский он обязательно возьмет говорит это моя работа и отец Дмитрий Смирнов говорит мусульмане ближе ко Христу всем наши крещеные только он не договаривает что такими-то ты их сделал поп они еще не знают я знаю что он должен был сказать это вы сделали такими слепыми безжалостными своих прихожан вы ими не занимаетесь а этот который шофер берет все ее деньги с бабушки то если он примет обрезание у мусульман он будет делать все как положено хотя им еще учиться надо как веровать правильно но нам у них очень много можно поучиться ну в принципе ввиду того что как они к семьям относятся конечно можно было бы ну хорошо в среднем русская семья 1,8 ребенка статистика мусульманская 8,1 и чтобы у нас поправить положение нужно года три назад было начать это не менее 8 детей в каждой семье реально ли это конечно нет почему Арафат говорил нам не нужна атомная бомба наша атомная бомба матка женщины мы взорвем весь мир вот и все первое место по абортам занимает Россия вы знаете заходы перестройки сколько убито почти 120 миллионов это государство выкинули в черную трубу и кого спрашивают идут причащаются вот сейчас Степаненко то назвал их б этих женщин то и надо на него возмущать он правильно сказал на него взъярились попы все сейчас весь эпер Степаненко Максим запишите себе да он кто вообще он председатель миссионерского отдела Томской епархии и он назвал всех женщин на букву Б которые одиночки без мужей наживают и там увидите ролик будет на это запишите Лапкина Степаненко и вы увидите мою беседу с ним да 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 и потом то что я разъясняю отдельно Степаненко Степаненко Максим и Лапкина А как вы относитесь к иерархам церкви допустим к митрополитам архиепископам РПЦ А как относитесь как к благодатным которые имеют право рукополагать а без епископа я имею ввиду другое я имею ввиду другое ввиду того что вот это идет обогащение вот это идет неправильное а народ смотрит и идет в осуждение я отвечаю вам это не моего ума дело он законно рукоположенный я признаю за им благодать за этим сказано все и тогда ему можно наконец взятки брать и воровать и так далее нельзя ему этого делать ему этого делать нельзя на нем же благодать почему нельзя так подождите вы мне вопрос задали вы хотите меня в спор вовлечь я не спорю верующий не спорит я повторяю верующий возвещает истину нам не дано право его убирать до этого есть стянуть я могу написать сегодня мне один сказал у них там священник и романах и все знают что он гомосексуалист и его защищают обратись по закону но к нему я уже не подойду если на сто процентов уверен очень часто бывает облыжная молва то есть ну люди любят опозорить я в свой адущик не слышу глаз народа глаз божий это как вы понимаете никак никогда он не был глаз народа это глаз дьявола люди не знают бога да глаз нашли божий глаз да когда народ говорил где посчитайте распнеев это глаз божий был и давайте вернемся обратно когда шли дорога моисея на горе а не давайте вернемся опять в египет это божий глаз божий глаз может быть в одном человеке пророки иеремии а весь народ в израиле не знал бога и он говорит я один остался или я моя души ищет а тех которые сидели по пещерам 7000 никто их и не знал наша задача поддерживать иерархов и молиться за них не ну основном конечно так оно происходит да а судить нам никто не давал права и судим да нет я просто хотел узнать у вас мнение это не осуждение мое мнение такое что я делаю то что нужно я молюсь каждый день 7 раз в день 7 раз в день да а один раз это означает вот что просчитать три святоя и вам видно что у меня в руках да четки четки и вот это 100 поклонов три святоя и 100 поклонов это раз и таких заходов что было не меньше 7 в день в разное время там через час там полтора и вы увидите у вас настроение будет совершенно другое вот эти вопросы даже не подойдут к вам это враг насеивает их нам нужно решить два вопроса первое рожден ли я свыше и второе водим ли я духом святым о чем Серафим Саровский сказал о стяжании духа святого все остальное входит в это отречение от себя взять крест следовать за христом это невозможно выполнить без духа святого без духа святого а без духа святого вне церкви погибель без церкви нет спасения а церковь только там где есть епископ законы рукоположенные ну в принципе все что я хотел в принципе узнать так-то до славы Христу так что если что извините конечно а вы в храм ходите молитесь прищайтесь нет или дома сидите вот неделю назад я только что прищищался а я хотел спросить у вас духовник есть да ну а как же ну а как без духа как мы можем прищищаться не исповедуясь ну конечно вы находитесь повторите город Тобольск да Тобольск Кеменская область так а вы там знаете где семинария да духовный семинарий есть у нас так а вы там давно были ну в принципе давненько уже да там у нас митрополит Дмитрий спросите Агапита запишите себе его это мы там были у него останавливались Агапит прям при общежитии от семинария где общежитие общежитие и там кто заведует комендант к нему можно подойти Михаил звать коменданта Михаил а его внук Кирилл у меня был в лагере я начальник детского лагеря он приезжал несколько лет сюда к нам в Алтайский край а Агапит он голубятник у него голуби прекрасный я тоже голубей люблю Агапит а вы в Тобольске забыли нет я вам говорю про Тобольск где мы были там останавливались у нее вы не расслышали а в общежитии да а мой родной брат портоирей отец Аким он там был настоятелем в храме брат мой родной мой брат отец Аким он был настоятелем да в Тобольске ну вот хорошо в принципе что мы с вами связались некоторые проблемы решились вот некоторые ответы я узнал ну вот теперь если вы пойдете туда где общежитие у них найдите этого Михаила там иконная лавка мы у него останавливались там переночевали в прошлом году в прошлом году ну Агапиту поклон передайте Михаилу ага хорошо если увижу так найду скажите Игнатия Лапкина из Барнаула хорошо Игнатий ну ладно спасибо тогда же связь разве монах Агипит он его зовут а как по другому его звали подожди минуточку а как как-то ави нет да и Агапит ты еще кого сравнишь с Серафим который дорогой встретился ну Голубятник а как звать по другому как-то ну ладно может быть чуть по-другому главное он Голубятник главный Голубятник во всей епархии а ну понятно там его тогда знать должны он прямо на территории которая ограждена стенами где общежитие он небольшого роста но он такой веселый такое у него лицо потому что он занимается с голубями он прямо светет весь он Яромонах хорошо хорошо а Яромонах да да Яромонах а в Абалате вы были нет монастыря нет не был красиво икона там с иконой ездят да да они не то место ну ладно не буду вас отрывать спасибо тогда за связь до свидания до свидания выключайте вот видишь как Господь дал до свидания ну Продолжение следует...